Нынешняя неделя для бобруйских школьников выдалась насыщенной. Они ходили строем, изучали военную теорию и оружие, примеряли амуницию и проходили медицинскую подготовку. Всё это для того, чтобы максимально погрузиться в атмосферу армейской жизни. Все занятия утверждены начальником управления образования, согласованным с командованием части. Проходят все темы, которые предусмотрены по планам сборов. Тактическая, огневая, физическая подготовка. 147-й зенитный ракетный полк по сути единственная боевая часть Бобруйский, материальная база которой позволяет проводить такие сборы. Здесь моделировались условия, приближенные к жизни солдат в части. Школьников учили военному этикету, воспитывали в них дисциплину и умение преодолевать тяготы армейского быта. Мы искренне надеемся, что этот контингент в конце концов займет свое место в строю. Возможно, кто-то из них захочет связать свою жизнь с вооруженными силами, будет поступать в высшие военные учебные заведения. Поэтому эти сборы, несомненно, очень важны, как допризывная подготовка для молодых людей. Всего на сборах за этой неделю побывали более 230 юношей из 14 образовательных учреждений. Среди них и десятиклассник Макар Макарчиков. Парень проходил испытания с интересом, хоть и не все они давались легко. Зато теперь Макар подумывает стать военным фельдшером. Военно-полевые сборы очень нужны для поддержания патриотического духа в молодежном круге населения. Допустим, я не думал, что я так сильно захочу в армию после этих полевых сборов. По задумке организаторов, такие каникулы помогут будущим защитникам Отечества избавиться от страха перед призывом на срочную службу. Ребятам подробно рассказали о бонусах при получении военного образования, чтобы в будущем они определились с профессией и с поступлением в ВУЗы. Людмила Любимцева, Николай Силков, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360.